меня зовут Иван Ковалев я индиозработчик на самом деле как бы три года назад я начал разработку игры G30 она на самом деле получила много фичеров много разных наград и тому подобное получается что как-то так полуслучайно я получил очень много опыта что стоит делать чего не стоит делать до релиза после релиза как начать контактировать с платформами самому нужен или не нужен паблишинг как грубо говоря выполнять роль который делает паблишинг там важность локализации и тому подобное решил с вами вот поделиться таким каким-то общей сборной солянкой каких-то там что делать чего не делать да собственно как бы проект на примере которого все это буду рассказывать это вот игра G30 это мобильная горломка основная идея в том чтобы передать то как люди что-либо помнят или скорее вспоминают через микс телескопического текста и таких вот графических горломок вот она как бы получилось в таком довольно дистинктив таком очень уникальном визуальном стиле кстати это тоже получилось так полуслучайно вот и собственно расскажу как я на ее примере достиг определенных хороших результатов вот она получила много наград и это буду все покосать что в большинство времени вот на самом деле летом она получила то есть я и по google тоже расскажу не только по apple платформу потому что игра получила она выиграла шокейс в лондоне этим летом а и на самом деле вот буквально неделю назад ты же выбрали best of 2019 в google play да ура вот так что как бы ну опыт есть постараюсь побольше рассказать об этом да были фичеры причем были все виды фичеров я вот потом еще расскажу как бы какой из них что дает каким можно подготовиться каким не получится подготовиться и тому подобное то есть вот вообще все виды и game of the day и на главной странице и в топчат и попадала и тому подобное начнем с такого интересного вопроса сегодня как раз были доклады когда рассказывать как без поближе наоборот в боснии ну никак вот а я скажу как в украине с поближе как как бы вине без поближе можно но на самом деле сразу нужно задать себе такой фундаментальный вопрос собственно нужен вам поближе я не хочу рассказывать такую штуку что вот мол без поближе они как или вам не нужен поближе ну что это уже будет крайность это неправильно я хочу сказать что вы должны просто вот очень часто когда еще на самом деле когда я делаю шоу кейсы и у меня вот что-то уже начала получаться выглядело хорошо и люди подходят играют и вот второй вопрос после там что это за игра и тому подобное был ты уже нашел поближе и то есть это стало у нас какой-то аксиомы то есть ты что-то сделал следующий шаг искать поближе зачем тебе поближе это ты не знаешь что есть но это какой-то такой магический человек который должен быть то есть это какая-то следующая как бы форма и ну мне кажется это не совсем правильно то есть у нас у многих индио-заработчиков есть какая-то вера что вот поближе это какой-то такой wizard который вот придет и их игру переправит через какую-то реку невзгод к супер победам и все будет хорошо это не так в том смысле что еда есть очень классные поближе есть не очень классные поближе и вы должны понимать что он вам даст смотрите у меня просто уже в середине вот на моем примере уже в середине разработки игра во первых получила много наград и я уже сам начал я скажу позже собственно как я начал сам общаться с платформами и как бы да если у вас вы должны все взвесить если у вас фи-ту-плейная игра то есть там очень много фи-ту-плейных механик или каких-то там engagement и тому подобное и вы понимаете что как бы ваша основная фишка будет это user acquisition через как бы вливание трафика и тому подобное да возможно то есть вы сами без большого количества стартового денег там там подобное вы не сможете это все в принципе вытянуть да тогда вам как бы придется работать с паблишером или вот как ребята рассказывали из босни то есть у них принципе вообще как-то выбора не было у нас выбор уже есть я вам расскажу о нем то есть но как я сказал здоровье страны на моем примере у меня перед игра то есть перед механик перед механики перед монетизации и тому подобное я уже общался с платформами у меня уже были награды у меня уже был я уже начал работать сам над маркетингом свои игры соответственно понял что как бы что мне может дать паблишер налить трафик который мне вообще бесполезен потому что это поеда то есть там конверсия минимальная могу сказать там пол пациента я уже знаю вот то есть соответственно подумайте хорошо то есть не делайте вот это вот какое-то автоматическое движение мне нужен паблишер мне нужен то думаете какая у вас игра к чему она подходит что вам это может дать потому что как это неудивительно вы можете выходить на рынок без паблишера я это доказал и себе и другим то есть все руки и вот как раз сегодня постараюсь побольше рассказать каких-то там штук которые могут в этом смысле пригодится хочу просто сказать такую штуку может быть как бы кто знает хорошо кто меньше знает узнает по поводу экосистемы вообще мобильные то есть я говорю про мобильные стои то есть вы должны понимать что как бы времена уже поменялись там смысле вот кто там больше к стиму тяготеет и и все такое что в мобильных стоах в принципе какие-то медиа там и прочие вещи они не играют уже давно никакой роли то есть ну у меня мама не читает прессу игровую и она не идет в google чтобы узнать во что и новое классно играть она открывает телефон заходит в туда этап или в главную страницу google play и там за нее уже все решили и все красиво показали все классно сделали и она скачает эту его то есть выбор я хочу просто сказать что все таки для paid игр и для индии роль фича она какая-то все таки супер супер важная и ну как бы так все сложилось не будем на этом долго становится давайте дальше интереснее дальше такой кажется вроде бы капитанский вопрос но ну очень много людей по него вот на почте забываю то есть подходит ли ваша игра ну грубо я хорошо ли вы подумали по ца по платформу про то себя должна подходить этим людям и игрокам этой платформы этой платформе то есть знаете вот я когда делаю она уже подходила платформе apple потом кстати сделал так что она уже подходила и платформе google тоже то есть это не просто типа где ты будешь выходить я буду выходить там просто потому что я привык к этой платформе волну это неправильно то есть как бы подумайте о вашей ЦА, о том, чего она хочет. Подумайте, задайте себе очень простой вопрос. Почему Apple или почему Google захотят это фичерить? Почему их игрокам нужна ваша игра? Почему им будет в нее, даже не то, что интересно играть, почему они захотят за нее отдать свои деньги? Ну, как бы, задайте эти простые вопросы, у вас начнут появляться ответы, и вы намного лучше будете понимать, что вам делать дальше. То есть я сейчас рассказываю про такие очень привет-привет-привет вещи, но о них стоит подумать заранее. Сейчас, может, что-то еще интересное есть вам сказать. Нет, давайте дальше пойдем. Монетизация, да. Ну, это все, кажется, очевидные вещи, но забывают о них. В смысле, что, ну, вы можете… Понятно, что мы все знаем, что о монетизации нужно думать заранее и тому подобное. Я сейчас говорю о монетизации в рамках того, как вы будете подвигать свою игру. Потому что это PayDG, это freemium, это там вы на DLC будете подвигаться, вы будете разбивать ее на части, это free-to-play, опять же, какой free-to-play. От этого будет зависеть, как вы вообще будете давать игру игрокам. Это тоже должно быть suitable, то есть оно должно подходить. Потому что, ну, скажем так, сами потребители этих разных монетизаций, они по-разному подходят к тому, чего они ждут от вашей игры. Знаете эти ожидания, как бы, предугадывайте их. Ну, потому что вы понимаете, да, что, как бы, тот же самый, например, возьмем вот разницу, в том же Google Play у нас, ну, доминирует все-таки free-to-play очень сильно. И там, ну, как бы, с PayDM очень плохо, хотя есть интересные тоже моменты. Но это скорее исключение. В Apple тоже free-to-play, как бы, доминирует, как и везде на мобильных платформах. Но там есть такая ниша, и есть своя ЦА, которые покупают игры. И понятно, что они в основном живут в US, Канаде, Japan, Korea и тому подобное. Но они покупают эти игры, они ищут интересные инди-игры и тому подобное. И, соответственно, сама платформа их тоже ищет, она их фичерит. То есть, грубо говоря, у инди довольно, как это ни странно, у инди довольно много шансов просто без издателя, без фанда и тому подобное, раз, и быть зафичеренным в принципе на Apple. Потому что Apple нужны эти игры. Они и Google нужны, там просто немножко по-другому работает понятие промоутера игр. Еще хотел сказать, да, вот я до этого говорил про то, чтобы игра подходила, но просто вы должны, я прям видел эту штуку, как питчат свою игру, когда, ну, то есть, вы понимаете, если у вас игра, как бы, изначально затачивалась под Steam, ну, вы должны ее немножко переделать перед тем, как питчать ее, тому же Apple, Google и тому подобное. И перед тем, как ее хотеть отдавать в store. Потому что, ну, вот представьте, вы, например, играете на Steam, и вот на самом деле, кстати, я видел такие игры в Steam, когда люди наоборот, в обратную сторону взяли и сделали мобильную игру, просто залили ее в Steam и тому подобное. И там куча ужасных отзывов, что типа это мобильная ужасная игра, я не могу мышкой скролить по всему экрану, потому что свайп и тому подобное. Подумайте об этом в обратном направлении. Потому что если у вас будет куча маленьких элементов интерфейса, это будет неудобно, это не будет отвечать как бы философии людей ожиданиям их, то есть они привыкли к свайпам, к тапам и тому подобное, то, ну, наверное, эту игру не захотят фичерить. Потому что здесь все очень-очень просто. Но почему-то это вот как бы не до всех доходит, что Apple и Google нужно, чтобы их пользователи, игроки были довольны. А игроки хотят играть в классные игры, если это будет классная игра, которая им нравится, и я понимаю, это банально, делайте хорошие игры, но тем не менее, они будут их покупать, а Apple и Google будут получать от этого деньги и будут платить их вам, и все будут счастливы, все будет прекрасно. Но почему-то вот об этом не думать. Типа я выпустил игру, а там уже как оно будет. И еще что я хочу сказать перед тем, как рассказывать про там какое-то взаимодействие, по поводу видимости презентации. То есть, ну, над этим нужно работать заранее. И, ну, вы понимаете, как бы мы… Я на самом деле потом на этом хочу остановиться больше в конце лекции, просто как можно больше об этом рассказать, сколько я успею. Но просто такое простое начало, что мы все любим глазами на самом деле. То есть визуальная часть для нас очень важна. И даже геймдизайнеры, даже специалисты признают, что они, когда включают как бы прототип, они все равно, если там что-то, вот казалось бы, им нужны просто какие-то происходы и тому подобное, они все равно обращают внимание на графику. То есть у вас есть как бы две части. Вкусная конфета и ее ввертка. Если у вас конфета будет невкусная, а ввертка будет красивая, это тоже не сработает. Наоборот, тоже не сработает. Две эти части должны работать вместе. И поэтому начните думать о видимости и презентации вашей игры заранее. То есть я потом на этом остановлюсь больше, но это там грубые шоу-кейсы, это ваш набор ассетов, то есть грубые, насколько она красивая и тому подобное. Это тейлеры, прочие вещи. То есть подумайте о том, чтобы вашу игру вообще увидели. Знаете, для того, чтобы выиграть в АТАЕ, нужно купить билет. Потому что многие разработчики думают, ну вот почему, почему мои игры там все не покупают, ну подобное. Я ее взял там, в стол залил, почему ее все не купили? Кто знает о вашей игре? Почему вашу игру не завещали? Они никто не знают. Подумайте о том, чтобы вообще рассказывать о вашей игре сильно заранее и делать это грамотно. Сейчас я на самом деле хочу рассказать больше про, собственно, Store, вот и Apple Store, и App Store, и Google Play. Но потом я хочу вернуться к вот этим вопросам и рассказать как можно больше. Как хорошие тейлеры делать, как делать картинки, потому что от этого очень сильно много зависит. Так, Apple App Store. Есть два момента, как, собственно, двигаться ближе к фичерингу. Это фичерер-классформ, то есть, который можно податься, и взаимодействие с Apple Developers Relationships Team. Фичерер-классформ, то есть, это такой самый первый, простой, очень общий вариант. Вы можете просто зайти на appstore.com.promote и заполнить фичер-форму. И плюс сейчас уже появилась возможность заполнять форму для Apple Arcade. Да, на самом деле это тоже работает. То есть, в принципе, как бы они смотрят форму и тому подобное. Там есть несколько моментов. Первая форма должна заполняться не позже, чем за 6-8 недель. Лучше вообще еще раньше. Это вообще, кстати, общее правило. Причем это не только для Apple App Store, это и для Google Play, и для команды и тому подобное. Нужно это делать сильно заранее. Не нужно думать, что так, я игру сделал, что дальше? У меня релиз через недельку. Запомню, как я request form. Потому что и Google Play, и Apple App Store, они планируют время, планируют все релизы на месяц, на полтора вперед. Они должны это все запланировать. То есть, если вы будете что-либо делать позже, просто никто даже не будет это читать. На самом деле, там довольно сложная форма. То есть, там нужно, это прямо такой серьезный питчинг. Там есть одна важная штука, там есть релиз дэйт. Его нужно заполнять на 100% точный. И это касается, опять же, не только этой формы, но это касается вообще всего. Потому что, ну, по крайней мере, так у Apple, но я думаю, что у Google тоже так. То есть, когда вы называете дату, вы не можете ее потом менять. То есть, нельзя сказать, мы там, 6 апреля, ты что там сказал. Ну, очень сильно подумайте над этой датой, да. Потому что, короче, если вы ее нарушите, это будет прям очень плохо. Прям очень плохо. То есть, это очень плохо закончится для фичера и тому подобное. Это будет не конец, но потом будет сложнее восстановить отношения. И поэтому делать ее супер большим запасом и еще учитывайте, то есть, помимо всех проблем разработки и тому подобное, это в других докладах все есть, как бы по поводу того, что так плюс там умножить на два время. Но заложите туда обязательно еще момент разбираться со всеми вот этими билдами и тому подобное. Потому что многие не знают, ага, сейчас я буду как бы это все загружать. Во-первых, как бы там очень много интересных тонкостей моментов, как грузить билд, какие бывают сложности и проблемы. Плюс он может зависнуть на ревью. И он может ревью проходить за 1-2 дня, 3 дня максимум, вернее, минимум. А бывает неделя, бывает 2 недели. А если там еще какие-то ошибки, все, все повалилось. А вы уже записали туда, то и такие, а ну все, у меня игра готова, я гружу билд. У меня же там через 3 дня релиз. Побах, а у вас билд битый. И начинаются очень большие серьезные проблемы. Подумайте об этом обязательно сильно заранее. Еще я хочу дать такой микросовет. Не грузите, не делайте мажорное обновление версии. Потому что, ну как бы часто вот такой, например, плохой пример. У меня версия 0.9, там последний билд номер 5. И я сделал новый билд, который, и я буду его грузить как версия 1.0, конечно же, там или 1.05. И это уже будет у меня идти в 100. Это плохая идея, потому что как минимум для тестов и десфлайта мажорные версии рассматриваются сильно дольше. То есть они опять делают какое-то полное ревью. А можно сделать проще. У вас 0.9 версия, билд 5. Вы просто берете и грузите билд номер 6, тот же самый 0.9 версии. Даже если у вас там 100-500 тысяч много изменений, там, не знаю, вы туда напилили, еще полыграть за это время. Но оно ревьюится будет сильно-сильно быстрее. То есть вы уже увидите ее в тесфлайте, там через 2 часа. И дальше-дальше, ну как бы будет проще. Вот делайте такую штуку, потому что я так пару раз взяли это сделал. По поводу апдейтов, то есть эту форму можно подавать на апдейты, но вдруг у вас уже игра есть, и вы хотите фичер апдейта, я потом расскажу, как он получается и тому подобное. Помните, что никто не дает фичер на апдейты такие полутехнические. Вы там добавили, не знаю, поддержку iCloud, или в Google добавили поддержку типа плеера, ну как бы сохранение прогресса и прочие вещи, там ачивки. За такой фичер никто не даст. То есть фичер дают только за контентное большое обновление. Побежали дальше. Есть другой вариант. Просто я хотел сказать еще по поводу фичер формы. Она работает, но работает она довольно плохо. Почему? Потому что она попадает в общий пул. И там тоже сидят люди, и они могут пропустить вашу очень крутую игру, даже если вы очень круто ее подадите, сделаете хороший питч и тому подобное, они могут это пропустить. Поэтому есть еще второй вариант. Это вот собственно команда worldwide developer version steam. В чем мы суть? Это не фичер команда. Это не редактор Store, потому что редактор Store, вы никак с ними не познакомитесь, и не знаете, кто они, потому что это как бы вообще за всеми печатями. Это команда такого раннего взаимодействия с разработчиками, которая помогает собственно сделать игру лучше, и начинает с вами общаться сильно заранее. И я скажу чуть позже вообще зачем они нужны, как бы что вы можете друг другу дать, но сначала вообще вопрос, как с ними вообще сделать контакт и как с ними познакомиться. Самый простой первый это showcase. Это просто должно быть по-любому то, что я сказал раньше. Делайте свою игру видимой, выступайте на всех showcase и тому подобное, потому что несмотря на то, что Apple вообще обычно как бы официально почти не присутствует на конференциях, но на самом деле они на них присутствуют, Google тоже так, они ходят по showcase, они смотрят эти игры. Если ваша игра взяла какую-то награду или была номинирована, они на нее посмотрят. То есть вы так можете косвенно, грубо говоря, уже показать свою игру. На самом деле мою игру, кстати, заметили как раз на showcase. Я просто об этом не знал, но потом выяснилось, что как раз я первый раз увидели платформу на showcase без моего вообще участия. Второе это специальные ивенты. Они постоянно проводят, ну не постоянно, довольно часто проводят на, иногда на конференциях вот воркшопы или вот прям есть такой one-to-one review. Это когда один на один они встречаются, вы можете пропичить свою игру как бы за пять минут. Или на воркшопе они тоже на самом деле смотрят игры. То есть они хотят, чтобы к ним приходили крутые индиозработчики, показывали что-то такое, типа очень интересненькое, все это посмотреть и начать работать. И понятно, персональная рекомендация, я к тому, что если вы свою игру постоянно показываете, если вы ее пичите, если вы участвуете в каких-то там бикинди пичах и тому подобное, ее видят другие инвесторы и тому подобное, они сами могут на какой-то встрече Apple о ней рассказать и Google о ней рассказать. Эта штука тоже работает. Поэтому вот то, что я сказал вначале, как бы максимальная видимость игры должна быть. Дальше по поводу Be Ready to Use Your Fitching. А, ну я на самом деле немножко, я обещал рассказать, собственно, зачем нужна эта команда. Смотрите, в чем суть. Первое, вам, по поводу фича я хочу сказать такую штуку. Вам никто никогда не будет давать гарантию на фича. Ни Apple, ни Google. Это прям аксиома, супер аксиома. Они сами иногда, ну как бы, удивляются. Но их задача сделать так, чтобы иногда разработчик делает классную игру, но ему довольно сложно дойти до конца, сохранить все классные идеи, все классные наработки и тому подобное, не растерять их. Или наоборот, скажем так, развить эту идею в что-то очень крутое. И эта команда, это очень крутые специалисты. Там и геймдизайн, уай там кто-то может быть. Они вам как бы помогают советами сделать, как бы отполировать ваш продукт вообще до супер блеска. Вашу классную идею, но как бы сделать ее прям вот супер конфетной. А понятно, что если у вас будет супер конфетной уже классный, хороший, идеальный продукт, подходящий этой платформе, ну понятно, что шансы на фичи будут уже очень большие, потому что ну Apple сами захотят ее фичить. Но тут важно сказать, что они не пушат вас вообще, то есть нет такого, это не в приказательном тоне и тому подобное, это как раз вот Advice, советы. То есть как бы не хочешь ли сделать такую штуку, не хочешь ли такую штуку. Я там еще не упомянул интересный момент, что стоит как бы не забывать про то, что там использовать разные прикольные технологии, там Apple и Google, ну как бы новые, ну я имею в виду всякие там хаптики, там гироскопы, еще что-то, реалы. Но как бы обязательно о них упоминайте, но не стоит делать на них ставку, потому что фичи дают хорошему продукту, а не технологии. Да, на самом старте, вот буквально там первый месяц, когда выходит какой-то реалы и там подобное, да, первые попадают в фичи, кто вот эту технологию там случайно подслушал и сами начали делать. Но потом уже за это не дают фичи, просто за то, что в игре есть эта технология. Не нужно делать на эту ставку, она не работает. Может, потом еще что-то вспомню, еще скажу. сейчас по поводу Береди Туизио фичерин. На самом деле есть такое тоже мнение, как бы это кажется, что вот вы получите фичер и все, ну как бы прямо посыпется, посыпется деньги, установки, и все будет хорошо, но само все заработает. Фичер – это просто промо ваше. Да, вы получаете миллионы посмотров, то есть прям но как бы должна быть грубая конверсия, люди должны, они вашу игру видели, но они должны захотеть ее купить, нажать на эту кнопку и как бы перейти. И на самом деле вот к первому, к выходу игры, то есть к некоторым фичерам можно подготовиться и сделать все для того, чтобы они максимально сработали. Может быть многим покажется, что типа ой, ну вот мы уже получим фичер, тогда уже все будет просто. Но мне кажется, это важная информация, как бы как максимально использовать потенциал, который вам дали. Локализация. Уже, наверное, я думаю, что все уже говорят про локализацию, ну давайте по ней повторим еще раз. На самом деле это очень важная штука. Я не сделал локализацию в своей игре, потому что у меня просто не было ресурсов. То есть, если они у вас есть или если у вас там очень мало текста, обязательно подумайте про локализацию. Потому что, во-первых, это может повлиять на глобальный фичеринг, это может повлиять, но, кстати, я сразу скажу такую штуку, что я вот в своей игре очень долго пытался выяснить, а могу ли я получить глобальные фичеры чисто теоретически, если я, если у меня будет только английский. Никто, конечно же, на этот вопрос мне ничего не отвечал, но я сам доказал своей игрой, что вы можете получить глобальный, глобал фичеринг только с английским языком. Но суть в том, что вы теряете очень много рынков на старте, вернее, как вы на старте можете подвести прямо очень много классных рынков, которые потом будут сложнее. Вот сейчас у меня есть локализации на все какие-то основные языки, но, например, Япония и Корея так и, ну вот, они, там игра, она не зафичерена, не продается ничего. То есть я потерял эти рынки, а это, как бы, первый теор, это очень крутые рынки. Если бы у меня была локализация чисто теоретически на старте, потому что на старте вы, если вдруг получите глобальные фичеры, это нужно максимально использовать, это ваш такой суперзвездный час, нужно к нему быть готовым. По поводу языков, так, у меня тут не покручивается список языков, я так просто поспоминаю, ну, тут все зависит, опять же, от модели, монетизации и тому подобное. Если у вас paid, вы, понятно, смотрите на первый такой главный платящий тир, это US-Канада, Japan, Korea и, конечно же, Китай. То есть смотрите на вот этот вот первый такой регион, потом у вас идет Европа, там, Германия, Франция, так, но Франция, у нее фишка в том, что она дает плюс для Канады, потому что Канада двуязычная, и как бы вы получите еще дополнительные установки в Канаде, которая дает, хорошо они покупают игры. Ну, можно потом Spanish, потому что это Мексика и полмира говорит на испанском. Дальше пошли все остальные. Хочу сказать по поводу вот тоже Spanish и Brazilian, потому что а, португизм еще, Базильский португизм, португальский, как бы, тут опять же от монетизации в Португалии очень много игр скачивают, но они их особо не покупают, поэтому тут вот нужно понимать, как бы, что он делает. Ну, я думаю, что сразу нужно думать по Китай просто по-любому, то есть китайский язык надо делать, если это будет не очень долго. Дальше, SEO. Ну, я понимаю, что это очевидные вещи, но тем не менее, ну, как бы, очень приложите много усилий для ваших скриншотов, для вашего описания и тому подобное. В описании не надо делать очень длинное описание, их никто не считает, вообще никто. Вы читаете, вот кто читает свои вот такие вот описания, типа на страницу? Никто. вот, то есть напишите такую, начните с одной очень, вообще в одно предложение самая какая-то квинтэссенция вашей игры. Сразу идет эта штука, потом основные USP, если есть какие-то награды, они дальше стоят, а потом уже можете писать какие-то эссе. Вот так лучше всего делать, как бы, описание в story, оно будет более или менее еще работать. Плюс вы можете использовать скриншоты для того, чтобы на них USP, уникальные какие-то поинты, на них писать. Там еще можно размещать награды. Кстати, по поводу наград, понятное дело, что они довольно хорошо работают в плане не привлекать внимания, если в вашей игре еще нет никаких наград, ага, да, я много и быстро говорю, еще целых 20 минут, вот, если в вашей игре нет наград, то веночки все равно не проблема получить, вы можете получаться в шокейсе, так делают очень многие игры, потому что никто особо не смотрит, что там написано на этих наградах. А если вы нажимаете паузу в трейлере и почитаете, а там написано участник такого шокейса, такого, 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 и там вся страница забита просто этими веточками, ну типа каннскими, ты думаешь, ну вы же даже не номинируйся на что, но это хорошо работает, то есть начните с такой штуки, ну почему нет, там две веточки поставили, никто вас за это как бы, не знаю, не будет обижаться, ну и понятное дело просто уже нормальные награды, ну в смысле серьезно, они тоже будут работать. Их можно ставить на скриншоты и там подобное. Тейлер, в общем я потом это тоже чуть подсказываю, по всему, по трейлер, этому нужно уделить очень много внимания, потому что, например, можно делать там два-три трейлера, один такой очень кетчащий, такой прямо хватающий, как бы игрока первые пять секунд, а другой вот, иногда классно добавлять второй трейлер, я кстати этого не сделал, и вот очень жаль, который такой более плавно рассказывает как бы по геймплею, то есть хорошо иметь два трейлера, чтобы люди могли и так прямо просто такой тизер, они ничего не поняли, но им уже что-то понравилось, ну типа, а второй трейлер, там где они уже поняли вообще, ну как бы как будет работать ига, и уже нажали, потому что некоторые не нажимают купить групп, потому что они такие, ну вроде классно, но я ничего не понял, типа не буду покупать. Короче, такое, reviewer request, очень важная штука, в смысле, это все нужно делать заранее, и это все нужно делать не в последнюю неделю, я потом дальше расскажу, на самом деле, эти штуки у вас, если вы будете на тему работать, они и так будут у вас накапливаться, 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 то есть сразу кажется, что можно там, не знаю, две недели сидеть безвыразно делать все эти вещи, но если вы будете это делать постепенно, то есть вы начнете заранее, то есть вы уже идете на шокейс, вы уже делаете какие-то красивые картинки, вы уже отправляете какие-то штуки, ну то есть у вас накопится потом целая база этих всех приколов, и соответственно, ближе уже к релизу вам будет намного проще сделать такой пакет SEO. Review request, это вот очень важная штука, запрос оценки, они тоже стоят как бы про нее не забыть, это я сейчас все говорю про вот именно момент релиза, то есть вдруг вы на релизе получаете фичи, ну дай бог, чтобы вы его получили, вы его получаете, и нужно, чтобы у вас все вот это вот было, потому что это даст очень большой буст. Review request, то есть запрос оценки, потому что буквально там один процент пользователей, не пользователей игроков, ставят вообще какой-то review игре, даже если она им очень понравилась, люди не идут в магазин ставить какие-то review, ну типа, а если вы у них это попросите, в нужный момент, в правильный, когда им все понравилось, когда они пошли какой-то классный уровень в начале, но не надо просить оценку сразу, там человек запустил игру, еще не понял, тебе понравилось игра, он сразу ее закроет, ему не понравилось игра, и потом уже просить в конце, нет, это тоже неправильно, то есть просить ее где-то вот после первого большого эмоционального такого, какого-то переживания, тогда нужно попросить оценку хорошего переживания, потому что будет плохое переживание, оценка будет плохая, это важные оценки, потому что они будут, ну как бы они будут давать тоже boost тому, как другие люди будут относиться к вашей игре, потому что люди заходят, я говорю сейчас все больше пропейт, но это на самом деле, мне кажется, для всей конверсии имеет отношение, то есть, если люди заходят, они что-то там думают, они сразу видят там 4-8, там тысячу оценок, они такие, ну я уже что-то, уже посмотрю, почитаю, эти циферки работают, они хорошо работают на психологию людей, стоит их делать, вы не можете их, ну я думаю, что можно, конечно, подкручивать, но я так не делаю, и вам не советуют, потому что забанят, ну типа зачем это нужно, то есть просто попросите эти оценки, люди сами их будут ставить, все будет хорошо, я этот момент тоже пропустил, я его просто не успел физически сделать, потому что я об этом подумал, там за 3 дня до релиза, а у меня уже ни на что не было времени, и в начале был очень сумасшедший трафик на первом вот супер фичере, и я пропустил, много таких оценок мог бы получить, потом я их все получил, ну в смысле, в общем, все было нормально, но мне жаль, что я пропустил много классных моментов в начале, support, тоже многие забывают, сделайте кнопку support, я вот вообще вот так вот сделал, как бы, не, даже не так, я даже вот так вот сначала сделал, просто сделал форму support, просто в углу, подставил эту ссылку, и это нормально работает, а потом я уже в игре типа сделал, когда кредит, и я добавил типа support, почему, потому что я уже это часто упоминал на других докладах, что когда у людей что-то не получается, они пишут это в review, они review рассматривают как кнопку support, это не очень круто, человек заходит, там одну звезду ставит, это вот как типа поиграю, а потом посмотрю, ставит ли 5 звезд, или там, ну в общем это не очень прикольно, а так они пишут support, и ваши review остаются нормальными. Ассеты. Хочу просто о них упомянуть, потому что вот то, что я сказал, что у вас будут накапливаться ассеты, это очень будет хорошо, когда у вас будет уже такой пак классных готовых артов, потому что ближе к фичеру, то есть например, все-таки у вас все хорошо, вы уже начали общаться с командой, кстати нужно к ней вернуться, чуть больше про нее сказать, я имею в виду Apple, ну у Google нет такой команды, и вам присылают запрос на фичер арт, его обычно присылают так как бы заранее, там за месяц, за полтора, я уже не помню, но у вас последний месяц перед релизом, все там, все я в огне и все в огне, у вас уже нет ни на что времени, а там обычно ограничение, там за неделю его нужно, через неделю писать, и это как бы много, а может и 4 дня быть, я уже не помню, я помню, что у меня там были такие очень тайт-строки, и хорошо, когда у вас уже все накоплено, и вы так как бы только чуть-чуть подвигали, перерисовали, уже готовый, проверенный, классный арт, и все типа сделали хорошо, можете как бы понимая, что у вас уже есть какие-то шансы, там подобное, ознакомиться с этим заранее, потому что и у Google, и у Apple все это в открытом доступе для девелоперов, есть все вот эти вот PSD, которые, потому что там они очень странные, там вот я покажу, там вот такие вот очень странные форматирования, там нужно делать супер длинную, хотя вот баня будет только вот такой вот, но у вас он должен обязательно чем-то быть заполнен, это должно быть красиво, ну очень-очень у них странные требования, такие требования, то есть вся композиция влево, ну как бы лучше с этим ознакомиться заранее, когда вам будет чуть-чуть нечего делать, там за 2-3 месяца до выхода, потратите время на эту штуку, потом у вас не будет истерик перед самым релизом. Так, я хотел рассказать немножко по типу фичеров, и как бы что с ними делать, что они дают, и как к ним тоже готовятся, вот, ну насчет команды, я как бы упоминал, я еще раз скажу очень важную штуку, вам нужно постараться с ними, как бы вступить в контакт, если у вас, вот вы думаете, что это крутая игра, она как бы может быть зафичерена, как можно раньше, поищите на каких конференциях будет подразумеваться этот workshop, или one-to-one review, постарайтесь сюда попасть, опять же, request form, если вы еще не уверены, в дате релиза, по-прочему, я не рекомендую спешить заполнять, почему, потому что вы фактически пищите игру Apple, если вы там накидали какую-то невнятную что-то, или у вас хорошего нет, там потом понятно, что эта фичер форма не сработает, а потом, возможно, ее уже никто и смотреть не будет, ну, я не знаю, как у них там происходит, но, то есть, как-то, подготовьтесь к этому, почему нужно как можно раньше, потому что, вот, я даже слышал эти вещи, что, вот, нашли классную игру, но они уже зарелизились, и там баги, и там подобное, то есть, им важно, они работают с вами только до релиза, после релиза с вами уже работает с торсом, как бы, они уже продают, а эта команда, она про разработку, про то, как сделать игру классную, как, как UI делать хорошую, как вам помочь с артом, как вам помочь с геймдизайном, там, с перформансом, то есть, они прям даже иногда, то есть, вы можете им говорить, там, у меня там проблемы вот с вот этим, и говорят, мы попробуем что-то сделать, что-то сделать, это имеется в виду, что, найти какого-то крутого специалиста, который поможет вам советом, на типа, но это будет очень valuable совет, потому что это, как бы, ну, серьезные специалисты. По поводу фичеров, смотрите, Best New Game, Best New Games, это когда вот вы заходите в store, и вот New Games, бывав, внизу такая, такой список, он на айфоне немножко подогон, по-моему, более длиннее выглядит, но неважно, это тот фичер, который вы получаете, можете получить на старте, он может быть глобальным, и это самый, самый крутой фичер, который может быть ever, в чем у него фишка, первое, он может быть получен только на старте, что не очень, как бы, прикольно, а с другой стороны, вы точно знаете, когда он будет, то есть, он будет в течение недели после вашего релиза, там, двух тоже, кстати, не факт, что вот прямо вот вы выпустили, в четверг, в четверг обычно обновляется store, и в принципе Google Play, и Apple App Store, что вот в четверг обязательно будет фичер, нет, он может быть через две недели, у них там свое расписание, то есть, не надо впадать, как бы, в депрессию, там, не знаю, вешаться и там подобное, все еще может быть хорошо, и чаще все таки бывает, вот, и что дает этот фичер, вот к нему нужно готовиться очень максимально, вот он просто идет целую неделю, и от него очень длинный хвост, он часто бывает global, и вот к нему вот все, что я сказал до этого, нужно прямо сделать обязательно, потому что вы знаете, когда он произойдет. Потом есть game of the day, это когда у вас на today tab, на главном экране, ваша игра как игра дня выбрана, он непредсказуем, вообще никак не предсказуем, то есть он происходит, только какие-то сами редакторские команды знают, когда это будет происходить, то есть вы однажды раз увидели, у вас какой-то трафик, значит game of the day, но после него идет, типа хвост в три дня, вы можете его может быть, как-то подхватить с помощью ads, ну с помощью рекламы немножко, потому что все эти фичи, они ждут еще органику, то есть ваша игра выплывает в топ, и люди ее уже просто в топе видят, то есть фича уже пошел, а в топе игра висит, они ее все равно скачивают, вы можете на этом тоже как-то играть. У них есть daily list, вот такие вот как посередине, они бывают очень разные, их фишка в том, что они повторяются через какой-то период, там через два месяца, то есть как бы увидели себя в таком листе, вы можете знать, что через какой-то, не знаю какой период, я его так точно не высчитывал, он может повторяться, и у него тоже идет такой хвост, типа в три дня. Вот и уплайн, очень крутой фича, когда вы прямо на главной странице, ваша игра проиграется, но он работает только, даже не один день, там часов 12. Best New Updates, я что хотел сказать, есть такой фича, типа лучшее новое обновление, фишка его в том, что, то есть после того, как вы зарелизили игру, уже там все, все фичеры пошли, уже и продажи ушли, и тому подобное, вы можете, конечно же, выпустить какое-то DLC, то есть выпустить какое-то, вот только я сказал, контентное обновление, оно должно быть большим, в смысле, это должны быть там новые уровни, или новые персонажи, или новые локации, или новые режимы игры, и тому подобное, но оно определенно того стоит, и штука в том, что вот этот вот фичер, как и первый, единственный из этих всех, вы можете тоже предугадать, Потому что вы знаете, когда у вас выходит обновление, и вы уже говорите об этом Apple, и они как бы уже им, они могут… Фактически вам никто не будет обещать фичеры, но если вы видите, что им это нравится, они не решают, давать ли вам фичеры. Но если им нравится то, что нравится другим сотрудникам, то есть вы можете просто понимать, что если им нравится, значит вы делаете все хорошо, а все хорошее будет зафичерено. И вот этот Best New Updates вы можете приготовиться тоже к этому фичер, потому что вы будете знать, когда у вас это оппонено обновление, и он дает тоже довольно хорошие показы. То есть на него тоже стоит обратить внимание. Так, быстро, Google Play. Да, в Google Play в принципе нет какой-то фичер формы, вот прям такой работающей. У них все это разрознено, и там с преддом вообще все как бы плохо. Но на самом деле что я могу посоветовать, это наверное участвовать каждый год точно в Indiegames шокейсе. Потому что он может дать очень большой буст. Они все очень хорошо отбирают, в смысле они тоже любят Indieg и там подобное. Просто как-то так сложилось. И то есть подаете заявку, в этом году оно тоже будет, по-моему оно там ну не знаю, оно по-разному бывает. Бывает то зимой, то летом, но они его анонсируют там заранее. Подаете заявку, и вы можете попасть как бы в лучшие игры, вас могут отобрать в двадцатку, это уже будет шокейс крутой, вас уже потом зафичеряют, то есть это вот только единственный раз, который я знаю как получать фичер на гугл. Потому что другого, вот что сделать вам, чтобы его увеличить, кроме как делать хорошую игру, и то ну как бы попадение в IndieCon не дает каких-то крутых результатов. Вот Indiegames шокейс хорошо работает. И кстати, хотел еще сказать такой интересный момент. Ну так как игра как бы выиграла этот шокейс, она получила топовый фичер типа на главной странице, вот прям как у Apple. И интересно то, что трафик был не меньше и конверсия не меньше, чем у Apple. То есть, несмотря на то, что все считают, что в Google люди вообще ничего не покупают, там есть эта ниша, которая, ну я увидел, что там точно такой же был трафик, сумасшедший смысл. Люди покупали игру за 4 доллара, что очень много для Google, и они примерно купило столько же людей, сколько при обычном хорошем фичере покупают на Apple. Я был удивлен, то есть у Google, на Google платформе есть это CA, есть эта узкая аудитория, которая все это покупает, просто она как-то, Google ее не поддерживает, ну в смысле не дает им этот контент, как дает Apple. Так, Arcade и Google Play Pass. Это вообще крутые штуки, потому что для этого, для paid игр, или вот у которых не очень все как бы завязано на free-to-play, там и как бы на user acquisition, ну вот лично мне кажется, что это очень правильное направление, то есть это может быть таким спасением, потому что несмотря на то, что вот, ну у меня можно сказать, успешный тайтл, то есть я получил очень, ну какие-то, наверное, все, которые такое можно фичер получить, как бы все это сделал сам, но вы все равно не можете прыгнуть выше какой-то головы в плане дохода, потому что все-таки paid, он, ну как бы он потихоньку умирает, да, на мобайле, и я узнавал у других разработчиков, у которых тоже были успешные проекты, у них были примерно те же самые цифры, то есть, ну потому что, ну никак вы не можете тягаться с многомиллионными free-to-play и все такое, вот, но мне кажется, что вот и Arcade, и Google Play Pass, они могут спасти ситуацию, это подписочный сервис, если вы не знаете, это когда вы платите 5 долларов в месяц и получите доступ кучу крутых игр. И на самом деле это, ну сейчас это все под семью печатями, под NDA и тому подобное, никто ничего не знает, не рассказывает, но я уже вижу, что, ну, мое личное мнение, оно работает довольно классно, оно классно все сделано, и это хорошая модель, то есть, как бы те люди, которые не привыкли платить деньги по 3-4 доллара за каждую игру, они намного проще, ну вы знаете, что подписки вообще сейчас парят миром, они хорошо работают. И я вижу, что там все, все самые крутые новые вот инди-проекты, они все появились в Apple Arcade, и они явно очень успешны, и эта модель вот прям, это прямо спасение для инди-игр не очень фритуплейных на мобайле. То есть, соответственно, я думаю, что, ну сейчас и сами платформы смотрят на эти сервисы, и те индики, которые хотят делать что-то вот прям такое очень крутое, интересное, необычное, платное. Устал микрофон, вот. Что хорошо, что и у Arcade есть форма подачи, ну что раньше ее не было, не вручную это все отбирали, и у Google Play Pass тоже есть форма подачи, то есть вы можете податься, в принципе, его могут выбрать, ну посмотрим, пока это все очень новые вещи, но это тоже нужно обязательно делать. Так, а там осталось чуть-чуть время, да, 4, блин, я хотел так много рассказать про… Давайте быстро буду рассказывать, быстро есть какие-то советы по видимости, по шокейсе я рассказал, обязательно шокейсе и тому подобное, по трейлеру. Вы должны захватить как бы игрока, ну зрителя первые 5 секунд, ну до 10 секунд обязательно. Вы должны дать обязательно какую-то загадку, то есть вы даете вопрос, который игроку захочется разгадать. Не просто там, и вы должны показать, в принципе, в первые 10 секунд самое-самое крутое, что есть в вашей игре. Это у вас рубка свэш, показывайте свэш, все, не надо там, а потом будет уже вся эта рубка. Показывайте ее сразу, с самого начала, а потом будете уже рассказывать историю. У вас крутые голомки, покажите сразу суперфин, типа чик-чик, и чтобы зритель такой, о, я все понял. Или сразу задайте этот вопрос, это игра по то-то-то-то, и он такой, типа, что это такое интересное? А вы ему не скажете, что это такое интересное, потому что надо выгружать, чтобы понять. Дайте эту загадку. Многие разработчики, они хотят показать все самое красивое, что есть в их игре. Ну, не надо так делать. Ну, я понимаю, что вы сидели, и как я сидел там, над этой текстурой, или над этой линией, или эту штуку рисовали там 3 месяца, и вам хочется это все показать. Смотрите на это как консюмеры. Показывайте быстро, интересно, классно. Что еще по трейлеру? Музыка. Даже если у вас как-то не очень хорошо с ритмикой, и тому подобное, обращайте внимание на ритмику, на пульсации. Трейлер должен пульсировать вместе с музыкой. Если вы прям вообще их не чувствуете, просто вот включите метроном, там есть просто грубые, громкие, тихие какие-то переходы. Делайте смену кадра с такими штуками. Ну, то есть это совсем такие простые советы. Но вы можете больше там почитать, то есть обязательно работайте с музыкой. Но есть другой совет, и я вот очень сильно к нему, очень обязательно его делал, несмотря на то, что я все делал под музыку, я всегда тестил свой трейлер без музыки обязательно. То есть выключаю музыку, смотрю трейлер. Он должен быть классный без музыки, потому что люди часто смотрят без музыки. И то есть, короче, и так и так должно все работать. По поводу ассетов, печей и тому подобное. У вас со временем будут накапливаться, вам зададут какие-то вопросы, вы на них отвечаете. Записывайте эти все штуки, у вас будет накапливаться такой классный документ, типа вопросов, ответов, ассетов на все случаи жизни. Вам потом будет очень мало времени занимать, например, вот как говорили ребята из Босинии, вообще все говорят, подавайтесь куда угодно, везде, куда можно податься, обязательно подавайтесь. Но это все отнимает время. Но вы так пять раз подадитесь, у вас уже будет, знаете, такой пакет, который вы только, вы иногда даже ничего не меняете, вы просто копипастой, и все пошло, и тратите на это мало времени. То есть классно накопить такой пак ассетов, картинок, видео, текстов, ответов на интервью и тому подобное, вы не будете тратить потом на это время, или будете тратить время минимальное. Что еще сказать? Сделайте себе запоминающиеся классные визитки, например, прозрачные, или, например, вот я вам сейчас порассказываю какие-то штуки. Сейчас, визитка. Очень крутой разработчик, Филип Штенмайер на GDC, там мы обменялись с визитками, было много классных визиток, а мне дают визитку, это такая, типа, просто, ну такая, знаете, прикольная бумага, такая рифленая, какой-то такая вот ватман, и там просто, типа, фломастером написаны его данные, и она такая офигенная, она как бы хендменная, и все вот эти вот красивые визитки, они все помехли. Я такой, о, все, я эту визитку точно не потеряю, я до сих пор типа храню, хотя я там знаю этого чувака, уже хорошо все такое. То есть, вам кажется, что визитки, это не важно, это очень важно. То есть, суть вот того, что я все это рассказал, это то, что вы должны быть готовы всегда. У вас всегда классные визитки, классный трейлер, классный билд, все, а вдруг к вам подойдет Apple или Google вот сейчас на шоуке есть, а вы такие, и все типа круто. Никто вас не будет к этому готовить. Все, не успел, но на вопросах. Спасибо большое.